Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о перетренированности. Это такое плохое чувство на самом деле, это можно назвать такой даже болезнью маленькой, которая, естественно, со временем проходит, но все равно это очень неприятно. Вы можете спросить, почему ты снимаешь про перетренированность? А я вам отвечу, потому что у меня сейчас перетренированность, и я могу назвать симптомы, которые у меня сейчас присутствуют. Первый симптом, такой самый легенький симптом, это нежелание ничего делать вообще. Я сегодня до самого последнего момента лежал в кровати и не хотел идти в колледж. Второй симптом, это такое чувство в мышцах, как будто они не восстановились. Хоть я и два дня уже не занимаюсь, я отдыхаю сейчас, потом мы рассмотрим, сколько вообще нужно отдыхать, чтобы прошла перетренированность, но у меня сейчас мышцы до сих пор не прошли. То есть два дня прошло, а мышцы до сих пор болят, хотя я тренируюсь регулярно, а у меня усталость такая в мышцах, как будто они, блин, только недавно вот натренированы были. Третий пункт, именно который у меня есть, это слабость. Слабость в руках, слабость в ногах. Такое чувство, как будто мышцы уже, ну, износились вообще, знаете. И такая слабость, как будто ты даже не поднимешь там килограмм двадцать на руке. Вот. Слабость это тоже не очень приятное чувство, и поэтому это, естественно, симптом перетренированности. Четвертое то, что у меня было, это такие неприятные ощущения, я бы сказал, даже, ну, похожие на боль ощущения в районе вот тут грудной клетки, в районе сердца. Я не знаю, почему это, но, возможно, тоже симптом перетренированности, потому что, когда ты тренируешься каждый день, то сердце, как бы, оно уже, ну, изнашивается, да, и надо ему давать отдых. Но если ты не даешь отдых, то постоянно будет в напряжении ваше сердце, и оно будет, естественно, уставать, и поэтому, возможно, боли начнутся. Я тут не уверен насчет этого, но, возможно, из-за того, что я просто устал и перетренировался. Возможно, поэтому начались боли. И последний пункт, который у меня был, ну, и сейчас даже немножко есть, это такая сверхусталость. Ты что-нибудь поделаешь, и сразу же устаешь, моментально. То есть, я не знаю, ты пробежался там 50 метров и устал, и у тебя отдышка такая просто, как будто ты кросс бегал. И в зале, вот, когда я последний раз занимался в пятницу, сегодня у нас воскресенье, я делал суперсеты. И они, естественно, очень, ну, мощные, эффективные. И, естественно, когда делаешь, уже сделаешь их, да, от них очень сильно устаешь, и пот прям льется. Обычно я делал, ну, нормально так за 3 минуты восстанавливался, да, то есть отдых 3 минуты у меня был между тренировками. Между подходами. Вот. А в этот раз у меня прям, я не знаю, просто такая отдышка была дикой. Я отдыхал где-то по 7 минут, просто минимум, потому что мне никак было не восстановиться. С научной точки зрения, перетренированность – это физическое, поведенческое, эмоциональное состояние, которое возникает, когда объем и интенсивность тренировочной программы превышает восстановительные способности. То есть все правильно, да, получается. Я тренировался в зале, очень сильно тренировался, потом приходил домой, на следующий день не нужно было бы отдыхать, но я бомбил, снимал для вас видео, ну, на количество отжиманий, да. Я дошел, кстати, до 96 вроде бы. Сейчас у меня показатели упадут, я не знаю, стоит ли продолжать вообще. Вот, и, короче, пришла перетренированность таким образом. Я бомбил в зале, дома, без остановок, нагрузки сильные и тут, и там. И поэтому, конечно же, мышцы уже не восстанавливались, потому что при отжиманиях работают большинство мышц, да, там, трицепсы, плечи, грудь, и практически то же самое я в зале качал, и они не восстанавливались на протяжении двух недель. Вот и пришла перетренированность. Ребят, будьте очень аккуратны, не делайте таких перегрузок очень сильных, потому что ваше тело все-таки не железное, оно не может выносить там особо такие невозможные тяжести, нагрузки. Вот. А так, если вы хотите, я тоже прочитаю вам с научной точки зрения, какие симптомы могут быть при перетренированности. Ну что, погнали. Я посмотрел, тут большинство симптомов подходят под мои симптомы, но есть также некоторые симптомы, которые я не называл. Возможно, они у вас есть, и вы беспокоитесь. Ну что, прочитаем. Первое. Отсутствие тренировочного прогресса или даже регресс. Второе. Упадок сил. Третье. Быстрая утомляемость. Четвертое. Депрессия. Потери мотивации. Раздражительность. Тахикардия. Тахикардия – это когда сердце бьется, ну, не с перерывами, а, ну, не прямо, да, то есть не тык-тык-тык, а вот так тык-тык-тык. Это называется тахикардией. Следующее – это снижение аппетита, постоянная мышечная боль, лимфоцитопения. Этого я не знаю, честно. Ослабление иммунитета, симптомы инфекционных заболеваний. Можете подхватить там вирус какой-нибудь, если у вас ослаблен иммунитет, и, естественно, это происходит из-за перетренированности, потому что организм пытается восстанавливать все ваши мышцы, да, которые у вас, ну, не восстановились. И он всю энергию, всю мощь организм направляет на ваши мышцы, на восстановление. И тем самым ослабляя иммунитет. И как раз могут вирусы. Вот. Следующее – отсутствие пампинга во время тренировки. Это было последнее. Вот, естественно, не все симптомы могут присутствовать в одном человеке в один день. Вот. И поэтому, если у вас что-то из этого есть, не беспокойтесь, это перетренированность. Если у вас ничего, конечно, такого не болит сильно, там, сердце, я говорил про боль, да, в грудной клетке, это не сердце. Обычно сердце больно так колет. У меня коликов никаких не было, просто, ну, такое неприятное какое-то ощущение было тут в груди. Возможно, это какая-то невралгия, либо что-то такое из-за перетренированности. Ну, симптомы тоже. Ладно, а так, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok